Девушки отдыхают Самое главное, почему мы выбрали его, потому что он самостоятельно занимается реализацией своего товара. То есть он решает эту проблему, он не отдает перекупщикам, которые потом будут с накруткой продавать куда-то это дальше. Девушки отдыхают Вылавливаются браконьерами А как с ними боретесь? Ну, рыбинспекция, как бы то ни было, она, допустим, прилагает к этому определенные усилия. Ну, не знаю, связано это или с малочисленным количеством инспекторов, или еще какие-то, допустим, там есть причины, не знаю. Тем не менее, рыбхозяйство родина процветает. Особи карпа, например, уже достигают по весу до 27 килограммов. Удивляет и ассортимент обитателей озера. В этом озере водится очень много видов рыб. Например, пелец, сик, карп, карась и даже окунь водится. Кстати, хищник доставляет очень много проблем хозяйству, поедает мальков. Сейчас мы поплывем и попробуем кого-нибудь из них поймать. Самый вероятный вариант, что мы поймаем сейчас в данный момент, только потому что вода теплеет, либо карася, либо карпа. Кстати, глава рыбхозяйства не запрещает людям приезжать со своими удочками. Рыбы хватит на всех. Игорь Родин со своим напарником в среднем за сутки вылавливает столько рыбы, чтобы снабдить ее 70-80% Саиногорска. Сегодня, конечно, наш улов не такой большой, но не знаю, как вам, а мне и так нравится. Раньше дед учил, что ночью, когда полная луна практически, что ставить, что удочки, что спиннинги, именно на луну и дорожку. Если когда луна растет, то есть и рыба лучше клюет, а когда спадает, она, даже сами слова за себя говорят, что спадает и все затихает.